Весенняя обработка смородины и крыжовника от вредителей. С наступлением весенних дней приходит тепло, в садах и дачных участках ягодные кусты раскрываются от снежного одеяла, первыми. Это делают смородина и крыжовник. Вместе с ними просыпаются и удачно перезимовавшие вредные насекомые. Они таятся и на ветках, и внутри почек, и даже на опавшей прошлогодней листве на земле. Поэтому очень важно, чтобы вовремя была проведена весенняя обработка смородины и крыжовника от вредителей. Наградой трудолюбивому садоводу станет сохраненный урожай и здоровый ягодный кустарник. Профилактика и лечение садовых болезней. Плодовые вредители поражают, прежде всего, листья. Это чревато полным отсутствием почек в следующем году. Поскольку строение листвы у этих ягодных культур такое, что у основания каждого листика вызревает почка, и, если происходит повреждение листа, она гибнет или не закладывается совсем. Результатом становятся сухие побеги без листвы и почек, соответственно, такой куст урожая не даст. Зараженные плоды и листва, скапливаясь на земле, служат рассадником вредителей для соседних растений, а также убежищем для них на зиму. Поэтому весной обрабатывать следует все части растения, ветки, завязывающиеся почки, молодые побеги, а также почву и опавшую листву на ней. Обработка кустов Начинать бороться за смородиновый и крыжовниковый урожай рекомендуется ранней весной. Опрыскивать кустарник желательно до распускания новых почек или в период их самого раннего набухания. Если зима «погодная» затягивается, начало опрыскивания следует отложить. Весенние признаки и виновники болезней. Крыжовник и все виды смородины, обладая сладкими ягодами и несистой зеленой листвой, подвергаются атакам различных болезней и насекомых, вредителей. Они высасывают соки из молодых кустов, поедают листья, что резко ухудшает иммунитет растений и подвергает их заболеваниям, которые приносятся вирусами или грибковыми спорами. Распространителями болезней являются насекомые, переносящие зараженные частички растений на щетинках лапок или хоботках и усиках. Так, на застаревших побегах оседает мучнистая роса. Это мучнистый налет серого цвета с черными вкраплениями, который со временем утолщается, в результате чего ягоды мельчают, теряют соки, а листья заворачиваются в трубочку и так высыхают. Гусеница-стеклянница пробирается внутрь побега, а смородиновый почковый клещ, соответственно, в почке. Самки паутинного клеща предпочитают зимовать в прошлогодних листьях, по соседству со спорами грибов-оскомицетов, вызывающих у смородины антракноз. Смородины антракноз Смородиновые клещи активно размножаются в перезимовавших почках, самки откладывают по 3-8 тысяч яиц, гипертрофированно раздувая их до 1 см восточной долготеаметре. Позже они переползают в молодые распускающиеся почковые «жилища», а старая почка засыхает, так и не проклюнувшись. Также клещи переносят с растения на растения болезнь махровости, которая замещает цветы и ягоды на сиреневые игольчатые выросты. Из-за многочисленности вредителя и постоянной миграции в новые места хороший урожай с пораженных участков ждать не приходится. Смородинная почковая моль также лакомится молодыми почками смородины и крыжовника. Гусеница этого вредителя ярко-оранжевой расцветки, пережидает зиму в коконах у самой земли, а с наступлением тепла перебирается. Набухающие почки, повреждая по 5-7 штук каждая. Бабочки появляются к моменту образования первых зеленеющих ягод и откладывают туда свои яйца. Вылупляющиеся личинки начисто объедают сладкую мякоть и созревающие семена. В результате, окрасившись раньше времени, гроздья смородины гибнут. Прожорливая тля, очень мелкие жучки, которые наносят большой вред, потому что съедают все на своем пути, листву, набухшие почки. Цветы, не оставляя кустам никакого шанса. Скрученные листья, кривые низкорослые побеги, вот результат их деятельности. Не менее вреден и другой вид тли, волосистая смородиновая, они паразитируют на внутренней стороне листьев, образуя на внешней стороне красные наросты, галы. Красные наросты, галы. Смородинная стеклянница проедает черевоточины внутри веток и зимует внутри них. Белесые гусеницы с черно-коричневой головкой могут таким образом погубить больше половины веток на кусте. Выводящиеся там же бабочки, напоминающие ос с фиолетовыми крылышками, откладывают яйца недалеко от почек или в дыры в коре, которую молодые гусеницы и пожирают через несколько недель. Щитовки, эти неприметные насекомые живут на смородиновых и крыжовниковых ветвях и питаются их соком, что приводит к засыханию кустов. Очень страдает ягода крыжовника и смородины от огневок и пилильщиков, последние кладут яйца в уже появившиеся, но еще зеленые плоды. Вылупившиеся гусеницы поедают мякоть и семена, из-за чего ягоды приобретают «спелый» окрас. Поэтому есть такие ранние плоды категорически нельзя, их надо уничтожить как можно быстрее, это защита от будущих поколений гусениц. Сроки весенней обработки. Начинать проведение работ следует как можно в более ранний срок. Точной, правильной, даты не существует, погода сейчас не отличается постоянством из года в год. Однако специалисты рекомендуют ориентироваться на погодные условия, если они стабильно теплые в течение нескольких дней, от плюс 15. Минус 18 градусов, и в дневное, и в ночное время, значит, пора начинать опрыскивание. Важно! Необходимо следить за погодой и за растениями, обработку от вредителей желательно проводить до того, как произойдет распускание почек. В разных регионах этот период наступает в разное время, например, в Сибири он приходится на апрель. Как обработать куст от вредителей? Весенний минимум защитной обработки от вредителей и болезней может выполняться разными способами. Для выбора того, чем можно обработать смородину и крыжовник ранней весной, надо знать, какие именно насекомые угрожают урожаю, и уязвимые периоды его развития, например, если гусеницы активно питаются, значит, для их гибели надо опрыскивать, если же личинки находятся в состоянии покоя, надо использовать контактные методы. Садоводы могут выбирать, какими средствами бороться за урожай и здоровье своих ягодных посадок, народными или химическими. Многие склоняются к первому варианту, поскольку он считается более безопасными для здоровья человека и дает хороший профилактический эффект. Приготовить средства можно самостоятельно, ингредиенты легко отыскать в любом магазине. Однако народные средства зачастую требуют кропотливой подготовки и трудоемкого приготовления. Обработка кустов химические препараты, фунгицидного и инсектицидного действия, действуют быстрее и эффективнее. Но минусом является то, что эти химикаты могут аккумулироваться в ягодах и делать их вредными для людей, также можно получить интоксикацию. Во время обработки кустов, если не принять меры по личной защите, надевать резиновые перчатки и респираторы. Химические средства могут быть направлены на отравление поедающих все гусеницы жуков или же иметь контактное действие, вызывающие у личинок, яиц и в грибницах термические или химические ожоги. Такие препараты можно использовать как первый этап обработки, когда почки еще не распустились, и на ягоды химикаты не попадут. Инсектициды контактного воздействия наносят густо, заливая каждое отверстие в коре побегов, также следует опрыснуть почву в районе корней кустарника и прошлогоднюю лежалую листву. Народные средства для весенней обработки Универсальное средство по борьбе с вредителями смородины и крыжовника – простой кипяток. Нельзя сказать, что этот метод – стопроцентная защита, но он замечательно уничтожает и тех насекомых, которые вылезли на побеги. И тех, что с зимы еще сидят в опавшей листве. При этом кустарнику не наносится никакого вреда. Проводить пролив кипящей водой желательно в последних числах марта – первых апрельских. Снег к этому времени должен уже стаять, а почва может быть еще подмороженной. Воду следует брать из расчета 10 литров на 3-4 кустарника. Сразу после вскипания кипяток переливается в лейку, что делает обработку кустов более удобной и безопасной для работника – возможность ожогов, а также остужает его до требуемой температуры 80-85 градусов. Многие садоводы дополнительно растворяют в ведре кипятка 10 штатов. Таблеток аспирина. Такой горячий душ хорош для крыжовника и смородины, пораженных мучнистой росой и начавших тлить. Важно! Нельзя долго проливать землю под кустами, чтобы раньше времени не пробудить сокодвижение и цветение, когда имеется вероятность поздних заморозков. Также нельзя поливать горячей водой уже на бухающей почке. Еще средствами являются мыльный раствор, натертые на терке 50 грамм хозяйственного мыла разбавляется 2-3 литрами воды до растворения. И добавляется еще десяток литров воды, разбавленная кальцинированная сода, настойки помидорной ботвы, чеснока, табака или бархатцев. Также хорошо отпугивает вредителей луковая шелуха, замоченная в достаточном количестве воды. Для очистки от грибков и прочих вредителей хорошо действует щелочной раствор обычной пищевой соды, которую надо развести в пропорции 100 грамм на 10 литров воды. Чтобы победить зазимовавших насекомых, можно воспользоваться уже кальцинированной содой, разведенной из расчета 50 грамм на 10 литров. Размолотая сера в пропорции 20 грамм. На 1 квадратный метр обрабатываемых кустов поможет избавиться от клещей и их личинок, обработку лучше проводить в конце апреля-начале мая. Для борьбы с грибком и в качестве подкормки для крыжовника и смородины используется раствор 100 грамм. Древесной золы на 10 литров кипящей воды, настоянной 2-3 дня и тщательно процеженной. Чем можно обработать? Химия если народный подход к обработке от вредителей не срабатывает, или садовод ему не доверяет, на помощь. Приходят химикаты, как сильные, так и более щадящие. Обработка химикатами медный купорос это соль сульфата меди, он очень хорошо действует против грибка при дезинфекции корневой системы саженцев. Почва под кустами смородины и крыжовника обрабатывается раствором 5 граммов купороса на 10 литров воды. Он не токсичен, не накапливается в плодах. Перед обработкой данным инсектицидом следует заделать все щели в саженцах садовым варом, убрать опавшую листву под корнями. Опрыскивание проводят до того, как выйдут почки. Бордосская жидкость основным компонентом этой смеси является уже описанный медный купорос, также в состав входит известь, продается в виде порошков. Для крыжовника подходит разведение 50 грамм смеси на 10 литров воды. Такой раствор сильно кислый и отлично борется с яйцами и личинками вредителей, разъедая их оболочку. Обратите внимание, для разведения бордосской жидкости нельзя использовать железные емкости, поскольку смесь может их легко окислить. Если готовить раствор самостоятельно, следует строго придерживаться пропорций, иначе избыток купороса может нанести вред кустам смородины и крыжовника. Если обработка проводится до распускания почек, нужна 3% смесь, на 10 литров воды 300 грамм медного купороса. Оба компонента, купорос и известь, разводятся каждый в своей емкости в половине объема воды 5 литров, после чего раствор купороса. Доливают в раствор извести, смешивают, такой смесью уже можно опрыскать пораженные кусты. Нитрофен-коричневая паста отлично справляется с удалением, как личинок-вредителей, так и прочих возбудителей смородиновых болезней. Поскольку она очень токсична для людей и имеет эффект накопления в ягодах, использование ее уже несколько лет как запрещено. Однако некоторые садоводы завозят его из соседней страны и применяют для обработки крыжовника и смородины в разведении 200 грамм пасты на 10 литров воды. Мочевина, карбамид, эти белые шарики являются азотным удобрением, которое также очень хорошо работает для уничтожения еще спящих после зимовредителей, особенно тли. Гранулы легко растворяются в воде, необходимо полкилограмма средства растворить в 10 литрах воды и обработать кусты ранней весной. Чем опрыснуть лучше, биологические препараты-биопрепараты считаются более щадящими, чем сильные химикаты, поэтому используются дачниками с большей охотой. Следует помнить, лучше всего биологические препараты действуют при температурах свыше 10 градусов, а первую обработку рекомендуется проводить сразу по схождению снега. Т. Е. около плюс 5 градусов, поэтому эффективность применения таких средств снижается. Наиболее популярным является препарат «фитоспарин», обработка им крыжовника и смородины защищает растения от грибков и различных бактерий. Также в магазинах для сада и дачи можно приобрести «битоксибоксицилин» – средства от почвенного дисбактериоза и уничтожитель гусениц. Поедающих листья – тли и смородивой моли, трихофит – средства на основе грибков триходером, они являются паразитами для мучнистой. Росы и антракноза, питаясь их возбудителями, триходермы излечивают кустарник, микосан – противогрибковое средство, которое работает. За счет активизации защитных сил кустарников и выработки ими самими противопаразитарных ферментов. Ранней весной ответственные садоводы и дачники должны обработать смородину и крыжовник от перезимовавших и пробуждающихся вредителей. Чем раньше и правильнее будет это сделано, тем лучше будет последующий урожай витаминах ягод. Для защиты растений можно воспользоваться как химическими, так и проверенными народными средствами. Видео